Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». И сегодня мы с вами читаем сороковую главу. После сего Виночерпий, царя Египетского и Хлебодар провинились перед господином своим, царем Египетским, и прогневался фараон на двух царедворцев своих, и на главного Виночерпия, и на главного Хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где был заключен Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Иосиф служил этим людям. И мы видим, что Иосиф проявляет свой кроткий и смиренный характер. Потому что, особенно в таком месте, как темница, где сидят несливки общества, там часто складываются такие отношения взаимного насилия, когда возможность управлять это, на самом деле, возможность издеваться от людьми, возможность людей тиранить. Но Иосиф, получив власть над другими узниками, он им служил. Мы видим, что он, наоборот, проявляет доброту и смиренно служит другим людям. Однажды к Виночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенному в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И вот пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам видели сны, а истолковать их некому. Сны тогда воспринимались как имеющие очень большое значение, как предвещающие какие-то важные перемены, но их нужно было истолковать. Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный Виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф, «Вот истолкование его, три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него в Виночерпии. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне богодеяние, упоменяя обо мне фараону и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев. А также и здесь ничего не сделал, за что бросить бы меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «И мне так же снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал ему, «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою, повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плод твою с тебя». Мы видим, как Иосиф истолковывает сны, и он истолковывает Виночерпию, что с ним будет все хорошо, он вернется к фараону и просит его, чтобы он там замолвил за него словечко. А вот Хлебодару, у него нет хороших новостей, Хлебодар будет казнен. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном Виночерпии и главном Хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного Виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного Хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный Виночерпий об Иосифе, но забыл его. И вот главный Виночерпий, который с таким волнением искал истолкование этого своего сна, он забыл богополучно. Ну, как это бывает, когда человек в тесных обстоятельствах, он просит помощи, он вцепляется в любого, кто эту помощь может оказать, а потом, уже оказавшись в обстоятельствах более пространных, оказавшись на воле, он не помнит о том, кто ему помогал. И вот Виночерпий, он очень так по-человечески, естественно, ожидаемо поступил. Он просто забыл об Иосифе, и Иосиф продолжает сидеть в темнице. Мы с вами прочитали сороковую главу книги «Бытие». Мы с вами читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok